Это они были в Афгане и Чечне. Это они помнят свой первый прыжок с парашютом. Они готовы сорваться и поехать повидать сослуживцев, даже если живут за тысячи километров. Рота разведчиков, которая провела в Афгане два года, сегодня почти в полном составе. Мы очень дружим разведротом. И вот столько лет прошло, и мы встречаемся в Москве на мероприятиях. Самое большое количество разведчиков собирается. Сергей Вячеславович это подтвердит, что нас больше всего собирается. Поэтому клич был дан, кто на сегодняшний день более свободный. Поэтому прилетели Упак, Урган, Ассибирс. Здорово, ребята! Кто вы верны? Собираясь, вспоминают службу. События конца 70-х, начала 80-х помнят, будто это было вчера. 27 декабря 7.30 по кабульскому времени произошел захват. Телестудию, радио, когда мы захватили казармы, саму телестудию, радиовышку. Все, там было несколько танков, 6 или 5 танков. Ну, было все четко сработано, благодаря нашим офицерам. Многие погибли в той войне, и сегодня их память и других павших воинов-интернационалистов почтили минутой молчания. Хочу сказать огромное спасибо ребятам, пришедшим с детьми, с внуками. Это такая честь для наших сыновей, которых с нами нет. Но я считаю, они видят нас, видят оттуда. Вы не верите, а мы, матери, верим. Десантники всегда на передовой, говорят, приказы не обсуждают, просто их выполняют. 62-й год. Карибский кризис, да? Неподалеку от Галделогорска большой аэродром Серышева. И, значит, мы там трое суток с парашютами ночевали. Ребята, все в колонну, в колонну пошли. Готовы были вылететь. И если бы не Настас Иванович Микоян, когда полетел он в Утридцатик, это дело, то, может быть, мы и полетели бы. ВДВ всегда считались элитными войсками. Это признают представители других родов войск. Об отличительных чертах десантников говорили и сегодня. Воздушно-десантные войска были и всегда остаются школой мужества, верности своей страны. Десантник – это не просто форма. Это, наверное, состояние души. Большей степени. Ну вот какое это состояние души? Как второй дом. Я захочу выдаваться. Да ты что, а почему? Мне вставка на суток. Сегодня парашютисты над Барнаулом не кружили. После митинга дружные колонны десантники и их семьи прошли до другого мемориала на площади Победы. Флаги и голубые береты буквально наводнили город. Раз в году элите позволено быть у всех на виду. Расслабляться, скандировать за ВДВ и даже купаться в фонтанах. Татьяна Голубева, Андрей Печоркин. День с толком. Субтитры создавал DimaTorzok